Всем привет! Меня зовут Анна Блок и сегодня у нас очередное видео из серии магии CSS. Сегодня мы на практике поговорим о том, как создавать изменения перспективы при наведении, а также покажу необычное изменение дизайна, когда наша линия выходит за пределы этого объекта и при этом огибает сам объект, то есть в нашем случае это цитата дня. Поэтому, если тебе интересно, как это делается, то продолжай смотреть это видео. Стоит заметить, что в этом видеоролике мы совершенно не будем затрагивать JavaScript. Все делается посредством CSS. Именно поэтому рубрика и называется «Магия CSS». Давайте начну с разметки и она будет состоять из общего контейнера Box, внутри которого будет содержаться div с классом Text. Внутри него тоже будет содержаться div. Внутри него тоже будет содержаться тег h3. И внутри напишем фразу. После него задаем тег p, куда мы закладываем текст. В данном случае это текст рыба, то есть некая заготовка, которую мы сюда вложим. И теперь я предлагаю переподключиться на CSS. Закрываем, сохраняем. И зададим две переменные. В общем и целом это не обязательно, но мне будет так проще работать. Во-первых, я задам переменную для фона. Пусть это будет вот такой синий оттенок. И далее мы задаем переменную для карточки. И именно поэтому мы пишем card. И внутри него тоже закладываем цвет. Теперь давайте подключим файл Normalize. Для этого мы переходим на сайт, где содержатся ссылки CDN. И мы можем выбрать разные версии. Я выбираю в основном минифицированные, поэтому копирую ее. Нажимаем на шестеренку. У нас открывается такое окно. Добавляем сюда ссылку и сохраняем. Таким образом у нас ушли лишние отступы и пробелы, которые нам не нужны в этом примере. И теперь давайте будем работать с бари. Добавим цвет фона. И за основу я возьму переменную, которую мы указали. Теперь давайте украсим текст и перейдем на сайт Google Funds. Напишем Montserrat. И у нас автоматически он найдет. Берем этот шрифт. Копируем ссылку. Нажимаем снова на шестеренку. И вставляем ссылку сюда. И теперь нам нужно скопировать Font Family. Вставляем CSS в баде. И мы видим, что наш текст преобразовался, так как у нас подключился шрифт. Теперь наша цель следующая – поработать с блоком Box. Давайте начнем его стилизовать. Прежде всего давайте окрасим текст в белый цвет. И далее мы начнем работать над тем, чтобы отцентрировать тот блок, который мы видели на примере. То есть сейчас наша цель его уменьшить и поставить по центру экрана. Но стоит отметить, что это не единственный метод центрирования. И если вы хотите полностью углубиться в знание того, как центрировать элементы, то посмотрите видеоролик. Ссылка на него будет отмечена сверху. Переходите на него, смотрите и изучайте, какие методы использовались раньше и какие методы актуальны сейчас. Можно использовать совершенно разные методы, но в данном случае я буду использовать Position Absolute в сочетании со свойством Transform. Итак, давайте напишем Position Absolute. Далее Top 50%. Left тоже 50%. И теперь запишем свойство Transform. Внутри записываем значение Translate с отрицательными значениями, чтобы выровнять по оси X и по оси Y. Вот таким образом мы сейчас поставили блок по центру, но также нам нужно задать ширину объекта. Пусть это будет 400 пикселей и высота 300 пикселей. Итак, следующее давайте, что мы слизуем, это блок Text. Зададим ему цвет фона. Возьмем для этого переменную Card. Темного оттенка он будет у нас. И также добавим стиль для H3 заголовка. Пусть у него будет Font Size 30 пикселей. Margin Bottom 5 пикселей. И Margin Top 0. Также зададим стиль для текста. Это Font Size 15 пикселей. Теперь зададим стиль в общем для Div. Это межстрочный интервал. Далее Pairing. Например, 21 пиксель на 60 пикселей. Ширина 100%. И добавим свойство, которое решит проблему того, что у нас в текст выступает, это Box Sizing Border Box. Теперь давайте начнем создавать рамки для общего контейнера Box. И зададим мы это при помощи псевдоэлементов After и Before. Начнем с Before. И главное, что нам необходимо записать для работы с Before, это Content. Он у нас будет пустовать. Далее зададим Background Color. Transparent. То есть прозрачный цвет. Далее Border. Top. 20 пикселей. Solid. И белый цвет. То же самое мы проделаем, но для Border. Left. Скопируем значение. Сюда. Также нам понадобится свойство Box Sizing Border Box. Далее добавим значение ширины 100% и высоты также 100%. И теперь настало время поработать с Position Absolute. Зададим значение Left. 0. И Top. И так мы видим, что наша линия, она покрывается сверху над текстом, над блоком с текстом. И теперь наша задача сделать так, чтобы текст, он как бы спрятался за эту линию. Но, чтобы продолжить это делать, давайте мы все то же самое практически сделаем для псевдоэлемента After. Давайте я даже стили скопирую те же, потому что так или иначе все это повторяется. Но мы меняем значение только лишь для границ. Получается, что вместо Top у нас будет Bottom. И вместо Left, наоборот, Right. Итак, мы с вами сделали рамки. Теперь наша цель сделать так, чтобы этот текст делал так, чтобы он выходил за пределы вот этой рамки. То есть накладывался сверху и, наоборот, прятался под этой рамкой. Как вы понимаете, в данном случае без Position Absolute тоже не обойтись, поэтому мы его будем использовать для блока текст. Давайте добавим сюда Position Absolute. Пишем значение Top 30 пикселей, так как ширина обводок у нас составляет 20 пикселей, как вы помните. И значение Left мы сделаем как минус 30 пикселей. Что бы у нас происходило такое, что этот блок наступает как бы на эту рамку. Как вы видите, со свойством TheIndex нам работать не приходится, так как элемент Before, условно говоря, появляется здесь, между Box и Text. Все это мы также можем увидеть в инспекторе. Давайте посмотрим, как это выглядит. Итак, мы открываем инспектор. Еще раз выделяем элемент. И вот мы видим Box. И между Box и Text у нас появляется псевдоэлемент Before. Именно поэтому свойство TheIndex нам не нужно. Теперь давайте продолжим работать с классом Text. Напишем ширину. И чтобы вычислить, какая конкретно нам ширина нужна, для этого мы будем использовать калькулятор. Во-первых, прежде всего, в данном случае мы должны 100% прибавить 60 пикселей. Потому что здесь мы сделали минус 30 пикселей. И здесь, соответственно, нам нужно еще 30 пикселей добавить. И мы как раз это можем сделать удобно при помощи калькулятора. Далее практически то же самое мы сделаем с шириной. Добавляем калькулятор. Пишем 100%, но минус 60 пикселей. Потому что здесь мы сделали отступ в виде 30 пикселей. И, соответственно, снизу нам тоже нужно вычистить эти 30 пикселей. Если сложить 30 пикселей и еще 30 пикселей, то это будет как раз значение 60. Именно поэтому в нашем случае у нас получается ширина со знаком плюс и высота со знаком минус. Теперь наша цель сделать так, чтобы при трансформировании объекта у нас одна часть выходила таким образом, и другая, то есть вот эта рамка, имела перспективу другой диагонали. Чтобы это сделать, мы сейчас должны в общем для Box добавить такое свойство, как Transform Style. Давайте запишем. И добавим следующее значение. В данном случае оно означает, что дочерние элементы, то есть в нашем случае это блок текст, будут тоже отображаться в 3D перспективе. Что это значит? Это значит, что если мы зададим значение howr и определенный трансформ для него, то все элементы, которые содержатся там внутри, они тоже будут поворачиваться. Давайте это проверим на деле. И внизу, перед одной закрывающейся скобкой, мы запишем howr. И добавим значение transform. И давайте выпишем то, что мы уже с вами записали, чтобы это не забыть. Нам в любом случае нужно будет сохранить этот стиль. И далее мы ставим пробел. И запишем сначала изменение градуса. За это отвечает такое значение, как rotate. Но изменять мы его будем по cy, поэтому мы задаем и открываем скобки. И пишем значение отрицательное, минус 20d. Давайте посмотрим, что у нас получается на данном этапе. Итак, мы видим изменение градусов. В данном случае отрицательное значение, именно поэтому он сжимается. Теперь нам нужно задать некий сдвиг. За это отвечает такое значение, как scale. И пишем значение 3d. Давайте теперь посмотрим, что у нас получается. Итак, вот мы поворачиваем. У нас получился сдвиг и уменьшение градусов. То есть визуально у нас появляется некая перспектива сдвига. Теперь наша цель на данном этапе сделать так, чтобы поворот этого серого блока менялась в другую сторону. То есть внутри hover мы пишем text. Тоже используем значение transform. Но в данном случае мы копируем только последние два значения. И то значение, которое у нас было отрицательным, станет положительным. И наоборот, положительное станет отрицательным. Сохраняем. И видим, что вот у нас происходит небольшой сдвиг. Для этого блока. И в общем и целом получается визуально так, что у нас поворачивается только рамка. И чтобы визуально это выглядело все чуточку лучше, нам нужно добавить небольших переходов и плавности, чтобы это красивее смотрелось. Для box давайте добавим значение transition. Например, 4 секунды. И то же самое мы добавим. Так, вот здесь еще берем пробел. То же самое мы добавим для текста. И последнее, на мой взгляд, чего не хватает в данном примере, это использование свойства перспективы. Он позволяет сделать так, чтобы при наведении, когда у нас происходит трансформация, происходило сглаживание этой самой трансформации. Давайте добавим значение перспективы. И в данном случае мы можем применять два значения. Либо значение 0, которое будет приравниваться к тому, что мы не используем перспективу. И любое иное значение в пикселях, которое так или иначе будет влиять на вот это вот искажение. Давайте установим значение, например, 2000 пикселей и посмотрим, что у нас будет происходить. Итак, мы видим, что у нас происходит теперь некое сглаживание. И все в общем и целом это выглядит опрятнее, чем тот вариант, который у нас работал без перспективы. Если у вас еще остались вопросы, то обязательно заходи на сайт frontendhelp.me. Там тебе обязательно помогут специалисты, которые так или иначе занимаются фронтенд-разработкой. И они на практике знают, как решить твою проблему. При регистрации тебе дается три бесплатных вопроса, поэтому в любом случае ты можешь протестировать сервис и решить, поможет он тебе в твоей ситуации или нет. Обязательно заходи на него, задавай свой вопрос и тебе обязательно помогут. А на этом у меня все. Я надеюсь, что этот видеоролик развеял миф о том, что создавать 3D-перспективы в CSS это сложно. Я надеюсь, что вы еще попробуете внедрить в свои проекты подобные элементы, чтобы так или иначе оживить свой сайт. Обязательно лайкай это видео, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик и подписывайся на другие социальные сети типичного верстальщика. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok